Bonjour, bonsoir, mes chers amis, вы на канале Реальный Французский, сердечно приветствую вас. По некоторым письмам у Судя я потерял харизму. В общем, не знаю, что имеется в виду, наверное, подразумевая, что французы, в общем, это ироническая нация, изучающая французский язык, становятся все более ироничными. По мере освоения языка подразумевает, что я, в общем, наверное, потерял внешнюю харизму. Имеется в виду, несколько поуменьшилась у меня площадь поверхности лица. Да, опа, то есть, может быть, год назад я был более увесист и многозначителен в размахивании руками на 17 килограмм больше веса, чем сейчас. Однако неизменным осталось желание делиться с вами желанием изучать французский язык, и неизменным осталось изучение французского языка, которое у меня продолжается, разумеется, как и у всех учителей и переводчиков, и вообще носителей французского языка, ну и у вас, дорогие любители французского языка, дорогие франкофилы, как любят иронизировать мои друзья. Итак, делаем сейчас с вами обычную работу, к которой достаточно давно я не возвращался, а это работа по освоению французской грамматики. Ну что делать, надо возвращаться к ней, даже если маленькие французские говорят Ну и уроки арифметики, соответственно, вызывают панику или кидают, забрасывают в панику Роберта и Доминика. Надеюсь, не Пти Роберта, конечно. Итак, сегодня в рамках курса грамматики, пока я не начал рассказывать вам все знакомые мне французские стихотворения детские, глаголы первой группы. Ну да, предисловие будет таким. Знаете ли вы, как объяснить простоту и легкость наиболее употребимых во французском языке глаголов первой группы, ну, то есть самых простых и самых многочисленных по количеству, например, parler, chanter, danser, manger, répéter, préférer, которые почему-то неожиданно начинают как-то экстравагантно вести себя в спряжении. Смотрите, как просто. Je parle, tu parle, il parle. И вроде не вызывает у нас это когнитивного диссонанса. И тут вдруг появляется какой-нибудь répéter и портит всю блажь, наведенную тихими песнями о строгости и правильности глаголов первой группы. Ну, например, achte, покупать. Achte, 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 achte. Оп, нет. Неправильно кричит, кривляясь и запевая волокордином свою недоброжелательность преподателя французского языка. Или она, особенно в школах. Там, правда, можно покричать и на этом самоутвердиться и успокоиться. Я по этому школу не работаю. Achete, achete, говорит француз. Надо говорить, я покупаю, а не achte. Почему так? Об этом мы поговорим. Оказывается, у глаголов первой группы тоже есть своя маленькая специфика, несмотря на их ординарность, стандартность и, в общем, достаточно унифицированность неплохую. Французы все-таки имеют специфику в написании этих глаголов. А вместе с этой спецификой и отпечаток на их произнесение. Такое бывает. Начинается с письменности, заканчивается устной речью. Как говорят лингвисты-методисты, есть устная речь, есть письменная речь, и они взаимовлияемы. То есть, когда мы пишем на письме achete, надо учитывать эти факторы. О факторах расскажу в этом уроке. Называется специфика правописания глаголов первой группы. Или как вам заморочить голову хитрым названием, которое будет на практике оборачиваться легким употреблением устных французских глаголов первой группы. Устных, то есть вы как можно быстрее обращаете их в реальность. Они занимаются выполнением упражнений. Итак, смотрите, французские глаголы, основным инструментом в качестве пособия, которым я сегодня буду прибегать, будет Попова-Казакова. И чтобы вам было проще, это грамматика. Некоторые называют ее библией или сборником задач и упражнений по французской грамматике для изучающих французский в России. Это не всегда так. В общем, там неплохой достаточно сборник французских упражнений. Я выложу в комментарии к этому видео, разумеется, глаголы, на которые вам можно обратить внимание, которые являются специфичными. Бабушки, я имею в виду почтенные преподавательницы, с 384 по 393-ю аж страничку учебника своего по грамматике отвели для того, чтобы рассказать о той многогранности, той специфике, которыми до смерти можно замучить студентов филфака МГУ или даже, ну нет, в инъязи Мария Стереза очень стойкий студент. Но когда мы говорим об особенностях правописания французских глаголов. Однако сложность так называемая, мнимая, не существует. Все очень просто. Оказывается, чтобы по-французски правильно говорить в настоящем времени, французские глаголы первой группы достаточно запомнить в отношении них, что есть формы мы и вы, традиционно представляющие сложность по французскому языке при спряжении. Формы мы и вы, волею судеб, не будем вдаваться сейчас в историческую фонетику и грамматику, совпадают с инфинитивом этих глаголов. То есть, аште, можно читать как аште, глотая, соответственно, эту э, кадюк, 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 кадюк. А можно читать ее как аште, можно читать промене, можно промене. И также мы можем себя вести в спряжении этих глаголов в форме мы и вы. Смотрите, что получается. Берем аште. А-ш-те. Для тех, кто не умеет э говорить внимательно, есть армянское население, где ашоте, и, кстати, армяне в большом количестве представлены во Франции, да, армянская диаспора, и очень хорошо говорят, кстати, у меня есть несколько учеников, которые блестяще говорят по-французски. Я тебе им привет сейчас постарался передать, если они смотрят меня. Значит, ашоте, то э нужно уметь проговорить. Смотрите, идея в том, что а-ш-те в форме инфинитива и форме ну и вы будет иметь эту э. Я покупаю. Ж'а-ш-э-та, ту-а-ш-э-та, или а-ш-э-та, будет появляться так называемый акцент-граве. Ну, то есть знак, который будет делать вместо э-э. Во французском языке только два варианта этого звука э. Либо э-э, и акцент-э-гю. Либо э-э, и а-ш-э-т-граве. Либо ее форма э- без всяких надстрочных знаков. То есть, ж'а-ш-э-та, ту-а-ш-э-та, или а-ш-э-та, и все. Дальше эта форма ну и вы вступают в силу. Только они будут представлять собой проблему, и все. Ну и опять возвращаемся к прежним вещам. Ча-ш-э-та. Да, ну за что вы за что, я разумею. Чаще всего встретить именно такое произношение. Вот и все, спряжение глаголов первой группы и специфика их правописания. Все понятно? Ну, конечно, нет ничего непонятного, разумеется. Поэтому будем делать детали. Это был небольшой эскиз, и сейчас я расшифрую все, что имело место в моей первой иллюстрации с глаголом аште. Значит, и так, в этом учебнике, если у вас нет электронной версии, скачайте в интернете, а еще лучше купите и расписывайте ваш дорогой учебник бумажной, соответственно, ручкой, со всеми пометками. Так просто работает лучше в психологическом смысле. 384-я страница этого учебника открывает нам заповеди французского грамматического строя глаголов первой группы. Вы говорите, вербы, которые принимают акцентград. Нет, читать их не нужно. Нужно просто понять, что глагол аште и такие глаголы, которые в своей слоговой специфике, вот в специфике слогового уложения, имеют «э» в середине, такие глаголы, как «меней», например. Я все выложу, естественно, в картинках к этому видео, поэтому у вас будет возможность пройти по ссылке и посмотреть на эти материалы и сделать упражнение, если необходимо. Необходимо, да, если это я так в виде дипломатии говорю. И в этой связи «дежелir» и все такое будет спрягаться соответствующим образом через принятие акцент grave в процессе спряжения. То есть, иначе говоря, берем глагол этой группы, например, «выгуливать», «прогуливать». Какой глагол будем брать? Будем брать глагол «се промене», «гулять» или «прогуливаться». «Je me promène», «he arcsangrave», «tu te promène», «he arcsangrave», «il se promène». Вот так нестандартно будет спрягаться глагол. И также будет он заканчиваться, они прогуливаются. «Ili se promène». И только в форумах «ну» и «ву», «ну» и «ву», «ну» и «ву» будет возникать эта специфика. «Nu, nous promenons», «vous, vous promenez». Да, дорогие друзья, по поводу произношения, не могу к этому не вернуться. Для тех, кто сейчас слышит, что я говорю «ну-ну», поверьте, я этого не сделал ни разу. Это богомерское преступление против святости, чистоты звука. Что вы? Я говорю «ну-ну». Только это «ну-ну» у меня слегка огубленно в силу французского тенденциозного такого произношения. «Nu-nu promenons». «Nu-nu promenons» это не «nu-nu» и не «nu-nu» тоже. Лучше пусть будет «nu-nu», чем «nu-nu». Это точно не как. «Nu-nu promenons», «ву-ву promené» это единственный случай, где в формах «ну» и «ву» будут соответствующие символы. В смысле, отсутствие соответствующих символов, поэтому будет считаться «e». Любого глагола это касается. Глагол «enlever», «снимать», «забирать». «J'enlève», «tu enlève», «il enlève», «я снимаю», «ты снимаешь», «on снимает», «и они снимают», «ils enlève». И только в формах «nu» и «ву», с интонацией Асапа Бендера, только беспризорные дети остаются беспризора. И только форма «nu» и «ву» будет иметь «nous enlevons», «vous enlève», «и они enlève». И тут Попова Казакова говорит нам, ну нет, на этом не заканчивается история с спецификой прописания глаголов французской первой группы. Оказывается, есть глаголы, которые делают «double la consonne finale», они «double la consonne finale», удваивают согласную финальную. Не важно, что они там делают. Короче, есть глаголы, у которых почему-то появляются двойные согласные в настоящем времени. Кто их не знает? «Je m'appelle Жене», «je m'appelle», «je m'appelle», там же двое. Две согласные пишутся. А как правильно писать глагол «aple»? Слушайте, это прямо целая неприятная задачка для школы у меня была. У меня прямо такой священный трепет входил в тело, когда я видел перед собой этот глагол первой группы. Помню французскую свадьбу проводил в Москве. Да, правда, кстати, никогда не делал рекламы. Я провожу французско-русские свадьбы в Москве. Такие иногда бывают. И в таком случае девушка на этой свадьбе, француженка, подходит, говорит, я забыл, как писать. Но она была уже в таком состоянии небольшого танца головы, небольшого головокружения, видимо. Это говорит, как писать «aple» или поздравительная открытка. Но очень просто. Даже французы забывают свою орфографию. «Aplemi 2L» во всех случаях, кроме «ну» и «ву» и «infinitiva». Это правило будет работать везде. Стабильное правило будет работать на всех французских глаголов, вплоть до глаголов 19 века. Архаика, наверное, будет иной. «J'appelle 2L», «Tu appelle 2L», «Il appelle 2L», «Elle appelle 2L», «Elle appelle 2L». И даже «on appelle» тоже 2L. Позовем, вызовем. «On appelle», «on appelle», «on appelle», «on appelle», «on appelle», созвонимся. Alors. «Nu, nous, zapplons», как «applé». «Infinitiva» уже «applé», да, «ni appélé», «ni appélé», «appélé», «applé». Так вот опять совпадение в формах «nous» и «vous», «nous» и «vous» будет соответствующим. «Nu, nous, zapplons», «vous, vous, zapplé», и, конечно же, «il zappel», то, что было до этого, когда я говорил «жаплет». Ну ладно, бог с ним «zapplé», это притча в языцах. Возьмем «jete», «бросать», это из Notre-Dame. Слушай, а кто помнит третий куплет песни Notre-Dame de Paris, «belle», «celui qui se détournera son regard d'elle», ну, не важно. В общем, короче, «jete» глагол означает «бросать». Напишите, кто вспомнит третий куплет. «Jete» – «бросать». Я бросаю. Удвоение «t» происходит. В инфинитиве, естественно, пишется «одна», «je te», а в спряжениях происходит удвоение «t». «Je jete» – я бросаю. «Tu jete» – ты бросаешь. «Il jete» – удвоение «t» везде. Он бросает. «Nu, zapplons», «vous jete», «il jete». Понятно, что «je te», «je ton», «je te» – будет «t» – «одна». Как в инфинитиве, ничего нового. Соответственно, далее, глагол из этой серии – это глагол, который имеет двойную согласную. Во всех случаях, кроме Nuvu и инфинитива. Вот Попова-Казакова предлагает на 386-й страничке список таких глаголов. Примерные опции для тех, кто набил себя скомину этим словосочетанием. Попова-Казакова, да, некоторые думают, что это вообще одно и то же лицо. Я их не популяризирую, просто один из наиболее популярных материалов для изучения французского языка. Вообще забудьте об этих женщинах и о том, что она из них до сих пор преподает в МГИМО. Хотя в одном из видео я успел ее, кажется, похоронить случайно совершенно. Думаю, что… Ну, классика, понимаете, такое отношение к классике. Она может быть только таковой, если люди уже относятся к прошлому в прямом смысле жить. И двумя словами, когда мы говорим о глаголах, можете не использовать первую группу по учебнику, можете просто выучить наизусть. Это очень полезный глагол, например, как читать по слогам, по складам. Англичане говорят «spell», «spelling», говорит русский, который изучает английский. Говорит с Витальем Леонидом Мутко. «Эпю-ле» – читать по слогам. «Жете» – бросаться. «Жете» – бросаться. «Рожете» – отбрасывать. «Про-жете» – демонстрировать. Во всех этих случаях вы можете читать «рожете», «про-жете», а если поете, то тем паче. «Фой-те» – листать. В таких глаголах, разумеется, вы будете делать удвоение этой согласно. Я листаю. «Je feuillette», «tu feuillette», «il feuillette», «nous feuilletons», «vous feuillette», «il feuillette». Ну, это, правда, не так часто. Вот «про-жете» – очень часто будет. Благодаря этому слову, а точнее, существительному от него образованному в русском языке слово «премьера». Потому что «премьера» происходит от французского слова «показ». А «показ» по-французски будет от этого как раз глагола «про-жете» – «une projection». Первый показ был показан братьями «Люмьер», естественно. И поэтому слово, придуманное французами, кино, седьмое искусство, естественно, имеет существительное женского рода. И поэтому «премьера», а не «премьер», «премьер министр», «ла премьера министра». Это «ла премьера про-жекцион», «ну премьера». «Про-жете», «je про-жете», «я проецирую» или «показываю», «tu про-жете», «il про-жете». Но опять, в инфинитиве, в «ну» и «ву» будут «э», «кадзюк», «исчезающий» или «проговариваемые «э». «Ну про-жетон», «ну про-жетон», «у про-жете», «il про-жета». Возвращаемся. То есть, опять же, формы «ну» и «ву» будут представлять собой исключения. Но есть такие глаголы, которые прямо с самого начала показывают нам на необходимость задуматься о том, что во французском есть диакритические знаки. Диакритические – это те, которые надстрочно-подстрочные. Надстрочкой иногда бывает знак возникает. Над «э» акцент «ю», например. «Или над «э» акцент «гравный», например. «Или над «э» акцент «сиркумфлекс», например, который модно называть крышечкой. Ну, как модно. У тех, кто учился в французской спецшколе, называется крышечкой. У всех остальных, как попало. Правда, те, которые попали в иностранные вузы, в смысле, в вузы, изучающие иностранный язык, французские первые, говорят о том, что это называется «сиркумфлекс». Или «сиркумфлекс». Бровки домиком, кстати, тоже будет «les sursis en accent circonflex». «les sursis en cirкумфлекс». Вот так, без акцента. «Репетер», повторять. «Je répète». Что происходит? Опять та же история. Берем инфинитив «ну и ву» и спрягаем их одинаково. Остальные формы спряжения «я», «ты», «он», «она», «мы», «вы», «они», «я», «ты», «он» и «они» будем спрягать, соответственно, иным образом. Через акцент этот. «Гравный». «Je répète», «tu répète», «il répète». «Nous répétons», «vous répétez», «il répète». Почему я говорю «репетей», «репетons», 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 «репетей». Потому что инфинитив такой. А что, вы думали, «репетей», что ли? Репетер – это б-б-б, понимаете, да? Преферер, 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 не преферер. Нет, Досен так не пел никогда, нет-нет-нет. Je préfère, tu préfères, il préfère. И опять эти формы, которые будут совпадать с инфинитивом. Nous et vous, nous préférons, nous préférons, vous préférez, vous préférez. И возвращаемся на круги своя «il préfère». Вот и все. К такого рода глаголам, которые уже в инфинитиве содержат в себе диокритический акцент «aigu», относятся «репетер», «серепетер», «седе», «селебре». Да что я вам перечисляю? Посмотрите по ссылке, но запомните, что эти глаголы будут принимать акцент «граве» даже еще до того, как у вас возникнет чутье, что это не по-французски. Je répète. Это не по-французски, уже по чутью возникает достаточно быстро. Но даже до оформления ощущения такого языкового французского у вас есть возможность просто понять, что акцент «граве», который «э» дает, достаточно быстро появляется во всех формах «я», «ты», «он», «она» и «он». Неопределенно личный, неопределенно личный мест имени «он». И третье лицо множество «il» во всех случаях, кроме «ну», «ву» и самого инфинитива, где «э», «э» везде стоит. Понятно? Далее. Есть ситуации, в которых глаголы вообще такие «ю», «е», 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 «ох, как мы их не любим-то, а». Действительно. Но они просто похожи по созвучию. Если вы будете просто брать по одному, они сразу все, тогда они не путаются. Можно учить французский и испанский, например, себе на вред. Одновременно. Не, не потому что у меня испанофобия. Потому что одновременно не учатся. Вот если хорошо знаете французский, уже можно учить испанский. А если начинаете с нуля, то можете изучать языки разных групп. Например, французский и немецкий. Английский и испанский. Ну, потому что разные направления. Германская группа, романская группа. В рамках индуетропейской семьи. И тогда будет получаться. Если вы учите одновременно португальский и испанский, ну, держитесь тогда. Это будет первичный бульон, из которого ничего не вырастет, кроме уменьшения количества клеток, от двухклеточных до одноклеточных деградаций. «Амплюайе» например, главу. Берете и с него начинаете. «Амплюайе» применять. Ну «амплуа» же мы знаем, что такое в русском языке. Глубоко копнуть любое русское слово, а кажется, французское. Так, «амплюайе», «амплюайе», «амплюайе» применять, использовать. Инфинитив и формы «ну» и «ву». Инфинитив и формы «ну» и «ву» для тех, кто еще не успел усвоить эту простую систему. Очень похоже во французском языке. Смотрите. Ну, идентичны по своей манере спряжения в противовес с этим формам «я», «ты», «он», «она» и «они». То есть «ж'эмплюай», я использую «tu emploi», «il emploi», «elle emploi», «on emploi». «Nous employons», «vous employez» и «les emploi». Вот глагол «amployez». И как только вы хорошо его проговорили, как только вы его запомнили, как только вы легко говорите «хан, j'emploie bien le verbe employez», я хорошо использую глагол «amployez», «применять», «использовать», «нанимать» и прочее. «Amboucher», ну и «amployez» тоже «использовать» в рабочем смысле этого слова. Тогда переходите к следующему глаголу, который будет также в инфинитиве, а также в форме «ну» и «ву» совпадать по своему спряжению. И также не совпадать. Эти формы будут «я», «ты», «он» и «они». «Они» в смысле «они» и «они» в смысле «они» женщины. Тоже «они», но «elles» по-французски это разное. Получается «essayer», да? «essayer» – пробовать, пытаться, мерить. Но давайте одно означение возьмем. «J'essay», «tu essay», «ils essay», «no», «nous essayons», «vous essayez», «no», «nous essayons», «vous essayez», «ils essayez». Да, вот так. Соответственно, есть глагол, который похожий на этот глагол. Например, глагол «вытирать» – «essayer». Не вздумайте заучивать одновременно «essayer» и «essayer», если вы, конечно, не из клуба садамазахистов. Впрочем, если вы уже хорошо освоились со французской системой глаголов, и вам это не впервой, учите французский давно, и, в общем, представляете себе строй французского языка, как согласны друг с другом, входят в аккомодацию в процессе сопряжения, тогда, пожалуйста, я имею в виду для детей спецшколы, в остальных случаях не рекомендую одновременно заучивать сопряжение. Разберите сначала с глаголом «essayer», например, «вытирать». Или еще лучше с возвратным глаголом, возвратной формой этого глагола вытираться. С «essayer», а потом уже после тщательного, качественного, пятидневного, если уж необходимо, повторение глагола, переходите к «essayer». То есть я вытираюсь. «Je me suis», «tu t'es suis», «il est suis». Кривляю, чтобы вы лучше произносили. Французская же будет говорить «je suis, tu es suis, je suis, je suis, je suis». Но это француз. Я же учитель французского должен показать вам так, чтобы у вас была возможность меня скопировать. Ну и французы, соответственно. Подражайте мне, как я им. «Je me suis», «tu t'es suis», «il se suis». И тут включаются формы «nous и vous». «Nous nous essuyons», и грек появляется. «Vous vous essuyez». Ну и возвращаемся, опять же, на прежнее место. «Il se suis». Также мы будем спрягать глаголы повышенной сложности, где у нас звуковой смысл. «Ау, нюей», например. Ну, может, это уже несложно для вас. «Ау», вы же хорошо разобрали, да? У вас есть мои уроки в распоряжении, где звук «ау» присутствует? Проработайте пять дней подряд этот звук «ау» по моим видеоурокам, и этот звук будет поставлен у вас. Слушайте, автоматизация происходит при желании и при регулярности достаточно быстро. «Ау». Посмотрите, этот урок, 15-й, кажется. Учимся читать по-французски. Или 14-й? 14-й, да. Посмотрите. Глагол «скучать», «испытывать скуку». «Сау, нюей», «сау, нюей». Да? И опять же, история та же. Инфинитив будет звучать так же, как и форма «нуеву», потому что мы, как вы догадались, будем «скучать». «НУ НУ ЗАННЮЙОМ», «вы ВУ ЗАННЮЮЕЙ», «вы будете скучать». «А я скучаю», «ты скучаешь», «он скучает» и «они скучают», «bудут спрягаться соответственно иначе». «ЖАННЮЮЙ», «ТУ ОННЮЮЙ», «ИЛ ОННЮЮЙ», «ИЛ ОННЮЮЙ», «ИЛ ЗАННЮЮЙ». На этом можно поставить небольшую точку в использовании специфики глаголов первой группы, ну и предложить вам сделать упражнение. Упражнение, которое мы с вами прямо сейчас можем сделать хотя бы по одной фразочке. Но если уж совсем нет времени, просто учите глаголы и применяйте их. Главное, делайте это регулярно. Пять повторений одного и того же глагола в его вот этой специфике, споряжении. Каждый день, этой пятиминутки хватит, чтобы начать его использовать в речи даже без вашего желания. Живые структуры, эти маленькие клеточки биоэнергетического формата, то есть языкового формата, сразу заползут в вашу голову с желанием применяться, использоваться в жизни. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Я же вам говорил, да, если вы дружите с французскими словами, то априори вы будете ими заражены. Ну, то есть использовать их в речи даже без желания, понимаете. Ну, то есть почему я не учил французский арго, например, в университете? Потому что я как бы заговорил по-французски случайно в каком-нибудь почтенном обществе или на светском рауте с использованием басяцких выражений или со сниженной лексикой. Это же что-то позор какой. Поэтому, если вы учите и наполняете себя словами, которые приносят вам, скажем, цивилизованную речь, в таком случае вы будете отвечать этим нормам в процессе споряжения. Но не хотите для вас это скромно, один глагол брать каждый день? Мы же можем большего, конечно. Берите 10. И поехали. Итак, каждый день спрягаем их. Вот они, две подгруппы. Две подгруппы глаголов первой группы, которые имеют специфику в спряжении в настоящем времени или правописательной особенности. Так и звучит официально. Какая разница, не заморачивайтесь, как говорят молодежи сегодня. Просто проговаривайте. Дальше беритесь и по такому же принципу спрягайте второй мене вести. Ну а для тех, кто все-таки хочет сделать со мной упражнения, и тех, кто еще остался, тогда третье упражнение на 385-й страничке мы можем сделать для начала. Ну и эта же страница по распечатке у вас будет и беднецов скан, который я предложу по ссылкам к этому видео. Третье упражнение, первая фраза. Купи мне, пожалуйста, хлеба, если ты выйдешь. Ашэйте-муа дю пэн, си-те-плее, си-ту-сор. Первая фразочка. Дальше сделаем упражнение номер 7 на 387-й. Там будут нас просить удвоенную согласную, умеючи вставлять в глаголы при спряжении и переводе фраз. Мальчики бросают камни в воду, les garçons jettent des pierres dans l'eau. Слушайте, а почему здесь jette? Ну потому что je jette, tu jette, ils jettent, они, ils jettent. Ну и будет даже девочки, которые тоже бросают камни в воду. Правда, не так часто девочки занимаются такими явлениями, как плеванием на асфальт, использованием русского бранного лексикона. И пьяными песнями по улице. В общем, ну, гендерная специфика не мешает по-французски правильно произносить il, elle, в одинаковом смысле этого слова для удвоения согласной. Мы говорим les garçons, les filles, elles, ils jettent. Jettent, а не jettent. Ну это и понятно, это слышится. Так что давайте сделаем тогда вторую. Он бросает нас в удивленный взгляд и ничего не говорит. Il nous jette un regard étonné et ne dit rien. Опять же, il jette, да? Давайте найдем фразу, где «ну» есть. Наконец, мы увидим наших друзей и бросаемся им навстречу. «Enfin», «enfin» — это «наконец». «Наконец» — это для тех, кто сумел наконец добиться правильности в произношении слова «enfin» и не говорит уже «enfant». «Enfin» — «enfin» — «nous» — «voiom» — «nos amis» «e nous nous jetons» «Jetons» — «jetons» Как правильно? Как в инфинитиве. «Jete» — «jetons» «alor rencontre». Понятно. «Alor rencontre» еще можно сказать. Два варианта. Первая фраза второго упражнения для фразочек страницы 389 «повтори то, что ты сказал». «Repete» — «ce que tu viens de dire». «Repete» — «не «repete», потому что это «repeter», но формата «tu», как «je», «tu», «il», «el», «on» и «il» и «el» будут всегда спрыгаться одинаково. «Repete» — «ce que tu viens de dire». «Repete» — «ce que tu adi». Давайте повторим последнюю фразу все вместе. Лучше хором, лучше хором, лучше хором. «Allons» — «repeter» или «repetons» лучше, да? Они же требуют от нас «nous» форму. «Repete», «repetons» Видите, одинаково, да? А в предыдущем было «repete», акцент «граб». «Repetons» la dernière phrase «tous ensemble». Ну и, соответственно, последнее упражнение, седьмое, то есть второе на 392, где разные глаголы такие губотрясущие глаголы, такие «essuyer», «essayer», «essuyer», «employer», «s'ennuyer». Это слово, первая фраза второго упражнения на 392, это слово употребляется довольно редко. Вторая фраза, «как вы употребите эти деньги?» «Коман вы амплойе», «коман вы амплойе», «коман вы амплойе», «коман вы амплойе», «сет аржан». Третье, эти высказывания, эти выражения, не употребляют с разговорной речи. Эти выражения, эти выражения, не употребляют с разговорной речью. «Авек вы, мои дорогие друзья, реальные французские». До скорой встречи.